Добрый день! Это клуб SpillScape. Сегодня мы будем опять говорить о правилах игры X-Wing. На данный момент больше всего вопросов у наших подписчиков вызвали как раз правила про помбы и мины. Стоит сразу отметить, что это категория, в которую попадают две разные категории карты апгрейда, которые делаются немножко по-разному. То есть если мы возьмем четыре стандартных типа того, что бывает, самые последние термодетонаторы, ионные бомбы, сейсмические заряды и протонные бомбы. Вот эти четыре основных типа. Что у них общего? Они не являются действием. Они, как и мины, не являются secondary weapon или вспомогательным орудием. Они делаются до того, как вы ходите. То есть, вот, как яркий пример, мы, например, возьмем протонную бомбу. Вот, считаем, что у нас есть классический тайм-бомбардировщик. У нас есть на нем апгрейд тайм-бомб. Ну, естественно, для того, чтобы использовать бомбы и мины, у вас на кораблях должен быть соответствующий значок. Вот этот вот значок, он должен быть на вашем корабле. Итого, вот наш тайм-бомбардировщик. В принципе, как и с остальными картами X-Wing, вам надо просто читать и выполнять то, что, собственно говоря, написано в правилах и на картах. Что вам надо сделать? Первое. Протонные бомбы всегда начинают действие тогда, когда вы показываете свое непосредственно вот этот вот дайл. После этого, когда вы просто показали маневр, вы можете, если вы хотите, сдискардить вот данную карту, то есть апгрейда любого из этих мин. Для этого берется единичный шаблон стандартный, ложится в пазы сзади и ставится, собственно говоря, непосредственно сам жетон заряда. Это можно отнести к любому из тех, которые существуют. Например, это термодетонатор, это ионная бомба или самый простой сейсмический заряд. Они, в принципе, в данном случае одинаковые и действуют, соответственно, как здесь написано. Например, протонная бомба сдетонирует в конце фазы активации. Если у вас есть сейсмический заряд, она тоже детонирует в конце фазы активации. Мы немножко объясним сейчас их эффекты. Они бывают разными. Начнем с того же самого, с протонной бомбой. Ее правила, в принципе, описаны непосредственно даже в самих правилах или же на карточках, которые поставляются как простейшие дополнения. Что у нас есть? Мы поставим такое, как бы, стандартное условие. То есть у нас есть детонатор. У нас на 2 дюйма, ну я примерно поставлю, пошел бомбардировщик. И что же происходит? Настает конец активации. И мы промеряем зону 1 от всех краев протонной бомбы. И она, получается, дает, в принципе, критический удар. Потому что она говорит, сдайте одну карту лицом вверх всем кораблям, которые находятся вот в этой зоне повреждения. Соответственно, вот, например, здесь у нас там будет пилот скилл 0. Ну и так далее. Дальше. Следующее. Что нам дает жетон сейсмического заряда? Тоже, предположим, он лежит вот здесь. Сейсмический заряд. Также практически то же самое, что протонная бомба. Тоже расстояние 1 измеряется непосредственно от него. Но, в отличие от того, что тот выдает, как бы, критическое попадание, здесь просто вам выдается карта damage. Дальше. Возьмем следующую. Это, например, возьмем ионный токен. Опять же, смотрим, как, что гласит правило ионной бомбы. Ионная бомба говорится, что, когда она взрывается, каждый корабль на расстоянии 1. Ну, вот опять мы промеряем. То есть, это могут быть как ваши, так и корабли оппонента, получают по 2 ионных токена. Ну, почему по 2? Это, в принципе, сделано для того, чтобы они действительно могли что-то сделать крупным кораблям. То есть, кроме эффекта того, что дается ионные токены, у нее никаких повреждений нет. Дальше. И, наконец, термодетонатор. Что нам говорит термодетонатор? То же самое практически, что и остальные, только с другим эффектом. Опять же, идет расстояние 1 от самого жетона бомбы. То он выдает одно повреждение кораблю оппонента. Но, в отличие еще от остальных, он выдает ему жетон стресса. Ну, что еще можно сказать, допустим, по поводу бомб? Это как бы маленькое уточнение. Вот смотрите, когда бомба ставится, предположим, корабль совсем рядом. Когда бомба ставится, вот если у вас есть жетон, и он будет, этот жетон, перекрывать подставку у корабля, корабль поднимается, ставится жетон на место обратно полностью и ставится он на вот этот детонатор. Сама бомба при этом не взрывается. Взрывается она все так же в конце активации, как и написано на ее, на описании всех бомб. Также еще можно отметить, что если вдруг бомба стоит, или же, там, вы хотите стрелять через бомбу в другой корабле, бомба не считается препятствием, и она никаким образом не влияет на остальные параметры игры. Теперь рассмотрим, давайте, непосредственно мины. Мины, в отличие от бомб, это действия. Для того, чтобы их использовать, нужно произвести действия. То есть вы уже не сможете сделать ничего другого, ну, кроме атаки. Все эти карты ложат определенные шаблоны. То есть, например, вот, если кластер Майнс, у вас вот такой вот причудливый шаблон. Сейчас мы покажем, как их устанавливать. Если у вас Proximity Mine, именно приближение, вот, вот такой шаблон. И, наконец, если говорить о CornerNet, вот такой вот, достаточно большой, в разной форме шаблон. Ставятся они, в принципе, так же, как и те. То есть, начнем, например, с самого простого, с Proximity Mine. У вас есть, опять, тот же самый значок, как и у BOM. Только у Min вы тоже. Вы просто должны подискардить эту карту, как действие, уже после того, как выходили даже. И, соответственно, тоже выставляете ее по стандартному такому шаблону. Ставите единицу. В гид вставляется шаблон. И, соответственно, у вас получается вот такая вот установленная мина. Что можно здесь сказать? Ну, вот, например, у нас есть вот такая вот установленная мина. В чем отличие мины от непосредственно бомбы? Тем, что они будут взрываться тоже, конечно, согласно своим условиям. Однако, вот если говорить о Proximity Mine, тут есть сразу описание у них, при каком условии она взрывается. Например, Proximity Mine взрывается, если, ну вот, допустим, корабль или стал, или оставался непосредственно на этот шаблон. Либо, если корабль, вот, его маневр перекрывает данный вот шаблон мины. Тогда мина взрывается. Соответственно, у нее будет определенный эффект. Чем, допустим, отличается Proximity Mine от других? Вот у нас, предположим, корабль стоит здесь. Шаблон забирается. Ну, и, соответственно, проявляется эффект тем, что Proximity Mine, они используют кубики. То есть, получается, вы бросаете. Ну, тут достаточно неплохо. Ну, грубо говоря, если бы вот так вот вы выбросили, у вас бы оппонент получил один дэмэдж, один критический и ничего. То есть, тут уже зависит от броска кубика. Поэтому здесь эта мина, хотя и достаточно сильная, тем не менее, у нее есть определенные условия случайности. Дальше. Рассмотрим следующее. Теперь рассмотрим одна из самых интересных и достаточно больших по площади покрытия. Это кластерные мины. Вот, опять же, должна быть карточка. Шаблон выставления тоже стандартный. Вы дискардите карту, ставите шаблон. Единственное, что он состоит из вот таких вот трех. Ну, центральным является тот, который идет вот с этими пазами. Он ставится в единицу. И два остальных круговых вот так вот примыкает. Ну, и это, естественно, забирается. Чем его отличие от остальных шаблонов? Тем, что он не взрывается, во-первых, весь, он взрывается частями. То есть, если, например, оппонент залез на один, взорвется, соответственно, одна мина. Если он пролезет через, допустим, два, то его корабль будет получать эффект от двух взорванных жетонов. Ну, и если совсем не повезет, то даже все три. Как непосредственно происходит происходит разрешение повреждения от кластерной? Ну, например, предположим, как вот эффект происходит. Допустим, у нас есть корабль прошел через одну мину. Каждая из этих мин получает по два кубика. То есть, мы вот бросаем два кубика и получаем все хиты. То есть, получается, она не получает такого, как криты. Мы все корабль оппонента получает демедж карты за простые хиты. Если бы это было он прошел через две, то, соответственно, он бросил и за второй. Здесь он получил бы еще одно повреждение. Ну, и так далее. То есть, кластеры, мины и, допустим, вот если так, те, которые взорвались, уже уходят, они забираются. Та, до которой корабль оппонента не зашел, она остается. Что еще стоит отметить, допустим, об этом? То, что, если бы вы использовали бомбы, вы их можете всего лишь сложить один расход. С минами такого ограничения нет. дальше рассмотрим следующий, опять же, достаточно интересный случай, это ConorNet мины. Одни из самых последних, которые есть. Что он делается? Мы даем, опять же, единица, ставим, как и все остальные, через вот такой вот шаблон. но в чем разница его воздействия? Воздействие Корнернета, если он пролетал или же стал на него, вражеский корабль, он не только получает одно повреждение, но также еще две вещи. Он получает ионные, два жетона ионных токенов, что помогает остановить даже крупный корабль и плюс он пропускает фазу действия на своем ходу. После этого непосредственно вот этот вот жетон Корнернета забирается. Вот это и есть основное воздействие и как можно использовать мины и бомбы. они достаточно обладают интересными действиями, хотя для того, чтобы вы могли ими воспользоваться, вам все-таки надо знать основные правила движения и вы уже немножко должны понимать, как движется оппонент, потому что они все-таки более реактивное вооружение, которое идет в ответ на какую-то реакцию врага. То есть вы либо можете блокировать проходы, либо окружать какую-то зону, потому что ставить непосредственно оппонента у вас достаточно редко, когда получится такое сделать. Это, наверное, все, что можно в общем сказать про мины и бомбы. Их использование, опять же, даже если будут новые типы, вам следует всегда смотреть точно на те картах, на которых оно написано. У них есть свое использование, они могут быть достаточно сильны, но, опять же, учитесь летать. С вами был Клуб Спаскейп. Оставайтесь с нами, смотрите наши другие видео.